Привет, Оль. Вот так сразу начну. Для всех, кто давно смотрит, как живут другие и узнал Таню, все мы ставим лайк сразу же вначале, потому что сегодня будет круто. А вообще, для тех, кто не в курсе, три года назад я была в твоей квартире с урунтуром. И я делала два отдельных ролика про твою кухню, про остальную часть квартиры. Сегодня мы сделаем два в одном. Давай скажем, что мы в Хрущевке. Она просто потрясающая. Вы здесь делали массу всего своими руками. И пойдем поговорим о том, насколько это было практично, что произошло за три года. И снова посмотрим, как вы живете. Как обычно, площадь, высота потолков. Высота потолков не изменилась. Она все точно так же. Там 2,60-2,65. Что касается площади, в районе 50 с лишним метров, 53 около того. В общем-то, все. Но это была типовая Хрущевка. Это не Хрущевка. Это Сталинский дом, индивидуальный проект. Поэтому, собственно говоря, такие вот какие-то нюансы присутствуют в виде потолков и площади. Старый фонд. Много проблем, с которыми сталкиваются большинство жителей нашей страны. Поэтому пойдем смотреть твою маленькую кухню. Малюсенькую. Да. Микроскопическая, но не теряющая от этого кухня. Маленькая да удаленькая. 5 квадратных метров. Да. Она все точно так же на своем месте. Все та же кухня, что и была. Тот же гарнитур. Тут, в принципе, минимальные изменения. Пожалуй, главное изменение – это цвет фартука. В общем-то, и все. В прошлый раз, когда мы были в гостях, он был серым. Сейчас он такой глубокий зеленый. Чуть-чуть замаскировала трубу газовую. Но, в общем-то, и все. И заставать все изменения. Знаешь, в комментариях к твоему прошлому ролику писали, что «Наконец-то, Оля, ты показываешь кухню не за 200 тысяч рублей». Да. Ну, понятно, что цены не актуальны, но все же. Где ты взяла кухню, за сколько ты ее купила? И мы все дружно поностальгируем над ценами. Кухня была от компании «Домашняя долина». Стоила она все-все-все 45 тысяч рублей. И я не так давно начала строить дом. И туда тоже заказывала кухню. Опять же, от этой же конторы замечательной. Она мне там обошлась примерно в 25 тысяч рублей. Но там только нижний ряд ящиков. Так что, в целом, может быть, я думаю, что и какие-то цены будут еще более-менее актуальны. Ну, или там минимальное повышение цены обошлось. Снова я напомню, что у нас полезное всегда описание. Ребята, переходите, там будут все контакты. Да, обязательно. Идем дальше. Что за три года тебе показалось удобным и неудобным из всех решений, которые здесь есть? На самом деле, ни о чем не жалею из того, что я сделала. Все удачно, все мне пригодилось. В общем-то, всем, что у меня есть на кухне, я пользуюсь. Несмотря на то, что я достаточно, как и в прошлом ролике говорила, мало готовлю на плите. Но, тем не менее, если готовлю, то это какие-то яркие блюда. Соответственно, что касается плиты, я вот собиралась ее поменять на двухкомфортную. В итоге я так этого и не сделала. Опять же, это связано с тем, что мало готовлю. И так и не воплотила эту историю. Но сделал двухкомфортную плиту уже в доме, в загородном. Поэтому попробуй там с ней пожить какое-то время. А что касается вот этого выкатного ящика под подоконником? Насколько в итоге он себя оправдал? Это шкаф с пакетами, с пакетами пакетов. И детьми, и детьми пакетов. Вот, собственно говоря, там просто гигантская куча пакетов. Он отлично туда вписался. Он мне помогает и маскирует все вот эти вот разноцветные пакеты, которые так бы испортили на внешний вид, скорее всего, если бы они где-то на виду лежали. Ну и, в принципе, на такой кухне нет особо пространства, чтобы разгуляться, где хранить вот такие вот объемные вещи, еще и цветные. Давай поговорим про подоконник. Конечно же. У меня у самой были вопросы. Как покрытие мозаикой держится все это время? Зона такая. Да, обрати внимание, здесь у меня в основном этот подоконник использовался. Он какое-то время использовался для завтраков. Потом что-то завтракать дома уже перестало получаться. Сейчас я его использую в основном для работы с цветами. И он тут отлично вписывается. Собственно говоря, плитку за ней легко ухаживать. Ее легко помыть, если что. От остатков земли и прочего-прочего. Соответственно, держится отлично. Ну, ура! Я прям приклеила на слабо. Вот уже там получается 3,5, почти 4 года все держится как надо. Ну, естественно, край я так и не обработала. Ну, в принципе, я ни о чем не жалею, пока до сих пор не нашла какого-то элемента, который смог бы замаскировать край подоконника. Ну, то, что бы я и не нашла, я не особо его искала, буду честна. Но думаю, что когда-нибудь он мне встретится, приплыг ко мне в руки, я обязательно его доделаю. А давай спросим в комментариях, чтобы написали, если у кого-то есть идея, чем можно его обработать, то будет круто. Да, было бы здорово. Для тех, кто не смотрел видео, мы должны сказать, что подоконник деревянный, и ты просто своими руками на него положила плиту. Да, совершенно верно. На жидкий гвоздь и затерла.